Продолжение следует... 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 А тем, что они не имеют понятия о концентрации и о венерических болезнях. В школе Германии практикуется сексуальное просвещение детей, где гомосексуализм стоит в одном ряду с нормальными половыми отношениями. В немецком городе Сальцкоптен 8 семей русского происхождения отказались посылать своих детей на обязательном начальной школе уроки полового воспитания. За это они были подвергнуты крупному денежному штрафу. А после того, как и эта мера на них не подействовала, отцы этих семейств были приговорены к тюремному заключению. В 2002 году Нидерланды стали первой страной, легализовавшей эвтаназию. С тех пор ежегодно более трех тысяч человек воспользовались этим правом. С весной 2012 года в Нидерландах начали работать специальные команды во главе с профессиональными докторами, которые делают эвтаназию на дому по вызову. Ученицы Оксфорд-Широ получили возможность делать заказ средств экстренной контрацепции при помощи СМС-сообщений. Таблетки девочкам выдают школьные медсестры. Выспользоваться столь современной услугой могут школьницы, докстившие 11 лет. Данная программа была разработана местной администрацией и региональному отделению фонда первой медицинской помощи. В Норвегии органы ювенальной юстиции полностью контролируют поведение родителей детей. Главный тезис властей – биологические родители больше не должны иметь приоритета в воспитании своих собственных детей. Родители могут наказывать вплоть до изъятия ребенка, даже до заугощения детей конфетами. Количество сладкого должно строго контролироваться. В Норвегии законодательно запрещено плакать. Слезы – признак эмоциональной нестабильности. Слезы матери, лишившихся детей из-за ювенальной юстиции, в суде могут являться доказательством того, что она нестабильна или сумасшедшая и лишь усугубит вину. В шведской столице Стокгольме 90% умерших кремируют, 45% урн родственники не забирают. В подавляющем большинстве похороны проходят без церемоний. Работники крематории не знают, чьи останки конкретно сжигают, ибо их на урнах лишь идентификационный номер. Из экономических соображений энергия, полученная от сажения урн, по выбору включает в обогрев собственного дома или в систему обогрева города. Не знаю, как вам, но мне становится страшно. А такое приближающееся проблеме именно для нашей страны. Весь этот поток так называемых новых европейских ценностей, а я назвал лишь малую часть, хлынул к нам. Весь этот поток разрушает иммунную систему нашего народа. Идет поправить ценности национальной культуры, искажение традиционного образа жизни. Разрушается форма исторической и духовной идентификации человека. Размываются мировоззренческие основы самоопределения человека. Нас пытаются превратить в этнографическую массу. А потому у нас нет права ничего не делать. У нас нет права забиться в угол, спрятаться и отвернуться, как премудрый пескар известный. Пусть весь мир подождет. Этот рекламный призыв не к нам и не для нас. Спасение я вижу только в устроении и в созидании православного образа жизни, сутью которого является любовь к Богу и любовь к ближнему, любовь к своей стране. Если не мы, верующие люди, то кто же? Кто же вновь откроет истинные веры для ушедших в страну далечия? Только мы, педагоги и духовенцы, только наша традиционная семья и община. Я прекрасно понимаю, что нам невозможно остановить весь поток псевдоценностей, несущих к нам Запада. Но мы должны попытаться хотя бы оградить наших детей от возможных недобрых увлечений и пристрастий. Хотя бы каждый из нас должен сказать в конце своей жизни, я что-то попытался сделать. Вот сказал слово оградить. И тут же почувствовал, что это слово не совсем точное. Оградить, то есть поставить ограду. Некий заслон. Защитить. И сквозь этот заслон никого и ничего не пропускать. Но это действие непродуктивно. Мы знаем с вами, что святое место пусто не бывает. И на место пустоты приходит, по слову евангельскому, злейшие духи и очень много. Мы также знаем с вами, что тьма отступает от света. Холод, тепла, пустота от наполнности. А зло не может находиться там, где есть добро. А потому, может быть, стоит нам подумать не только об ограждении, а о созидании души, наполнении ее святым Божиим, живым знанием, смыслами и ценностями красотой и добротой. Но душой человека надо трудиться, и трудиться неустанно. Нельзя, чтобы душа склонялась к пороку. Прошу вас и умоляю, писал святитель Иоанн Златоуст, будем иметь большее попечение о наших детях и всячески заботиться о спасениях их души. Каждый из вас, отцов и матерей, подобно художникам, с великой тщательностью украшающим изображение и статуи, пусть заботится о своих удивительных произведениях, то есть о детях. Забота о душе ребенка – это не только прерогатива родителей. О душах наших детей должны заботиться и учителя. В первую очередь я имею в виду учителей воскресных школ. Знания, которые мы должны дать детям, а эти знания прописаны в стандартах религиозного образования, важны. Но знания – это инструмент, помогающий созидать и взращивать душу. Какой толк в том, если будем иметь много знаний, а примеров тому много можно привести? Быть человеком, в кавычках, культурным, знать произведения искусства, а в то же время расстреливать и убивать людей. И считать, что это нормальным таким процессом. Если даже будем иметь много знаний о душе, а душа наша повредится, что толку от этого? Вот научиться использовать знания для роста души – задача важнейшая, но и труднейшая. Мне нередко поступают жалобы от священнослужителей, настоятелей приходов, от руководителей воскресных школ, что мало детей посещают воскресные школы, что по прошествии некоторого времени дети уходят из школы, а те, кто школу окончил, не всегда становятся верующими людьми. Наверное, это каждый настоятель испытал из себя. Насчет обретения веры мне трудно что-либо сказать. Во-первых, вера не в наших учительских руках и в руках Божьих, а в руках Божьих и лично каждого человека. Ведь нельзя заставить человека верить. Помните, как ути учила, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Даже сочувствие дается, а уж вера тем паче. Во-вторых, у нас с вами нет так называемого веронометра. Мы не можем определить с точностью, какова вера того или иного человека. А вот насчет того, что дети к вам не идут и не задерживаются, это уже сугубо ваша, точнее, наша общая проблема. А мы ее, честно сказать, решать не умеем. Не буду спорить. Есть объективные обстоятельства. Дети посещают другие кружки, секции, школы, искусств. Им дают много уроков. Загруженность порой запредельная. Но имеется и элементарная нерасторопность. Кружки-то и секции дети посещают. Значит, им там интересно, полезно. Значит, они находят удовлетворение от общения, от процесса созидания чего-либо, от получаемых результатов. А если в воскресной школе так же, как и в обычной школе? Идет ряд, идет, как говорится, ряд уроков, проходят, и дети из обычной школы средней попадают в такую же школу и воскресную, где ждут чего-то большего, чего-то интересного, чего-то, я бы сказал, необычного. Чья это нерасторопность? Задаю вам вопрос. Только наш. Ответьте на следующие вопросы. Это обращение именно и к настоятелям, и к учителям воскресных школ, руководителям воскресных школ. Было ли какое-либо важное событие в ваших воскресных школах, которое бы могли презентировать, показать в иных образовательных учреждениях и удивить, и тем самым привычь к себе? Имеется ли в вашей школе какое-либо значимое дело, которое бы принесло пользу городу, району, поселку, хутору? Пусть это будут спектакли, пусть это будут сочинения, пусть это будет концертная группа, которая выезжает в разные учреждения и открывает людям мир православия. Пусть это будут исследовательские работы, проекты, выпуск своей газеты, выставки художественных работ, которые представят учащиеся воскресных школ. Это могут быть добрые дела, помощи конкретным людям и городу. Это могут быть соревнования, спортивные соревнования, конкурсы, это могут быть устроения музеев, всего не перечесть. Если нет дела, нет жизни. И идут мертвецы хоронить своих мертвецов. К слову, по поводу спектаклей, есть такая традиция, добрая традиция в каждой воскресной школе, а бывает и в средних школах, делать театральные постановки к Рождеству, Христову и Пасхе. Постановку сделали, один раз показали, и все на этом закончилось. Но у воскресной школы может быть призвание миссионерское, а потом ограничиваться одним показом спектакля, на мой взгляд, не совсем правильно. Идите, проповедуйте, представляйте, показывайте, беседуйте. Будьте живыми людьми, будьте живыми христианами. Может быть, тогда наши школы будут не воскресными группами по 10 человек. Таких школ групп у нас в епархии 38. Я вот приведу сейчас цифры, отцы, братья, сестры, и задумайтесь над ними. 38 групп, воскресных в нашей епархии. Это до 10 человек. А настоящими школами, где занимается более 50 человек, епархий всего 4. Ведь только представьте, во всех воскресных школах нашей епархии совокупно обучается 570 человек. В каждом районе, расположенном на территории епархии, в среднем проживает 2000 детей школьного возраста. То есть, на территории нашей епархии, которая включает 15 районов, как минимум 30 тысяч детей школьного возраста. А мы непосредственно встречаемся только с 600-ми детьми. И это печально. Вот проблема для работы наших чтений. Присмотритесь к ней. У нас большая надежда на образование, на школу. Все-таки в школе дети проводят немалое время. Хотя от школы нельзя требовать невозможного. Но все же в школе под силу организовать грамотный и результативный воспитательный процесс. Школа с трудом впустила православную культуру в свое пространство. Но все же впустила хотя бы неимоверные трудности, казалось бы, в наших традиционно казачьих районах. И наши дети имеют возможность познакомиться с основами православной культуры на законных основаниях. Однако проблема не всегда с кадрами. Так всегда с кадрами. Мало подготовленных педагогов для преподавания ПК. При этом далеко и не все священники-педагоги и далеко не все педагоги глубоко чувствуют и понимают православие. Организованные курсы при Волгоградской академии постдеблогного образования проблему не решают. Во-первых, потому что далеко не все педагоги становятся слушателями курсов. Во-вторых, количество часов курсовой подготовки весьма ограничено. В-третьих, не готовятся педагоги-специалисты по ОПК. Конечно же, хотелось, чтобы курсов было больше, чтобы как можно больше педагогов прошли подготовку по предмету основы православной культуры. Хотелось бы, чтобы знания о православии стали сердцевиной бытия учителя. Мне вспоминается высказывание нашего выдающегося русского учителя Константина Дмитриевича Ушинского. Он писал, прислушайтесь к этим словам, они очень современные, они очень актуальные, отцы и братья, братья-священники, преподаватели. Необходимо, чтобы духовные лица, посвящающие себя воспитательной деятельностью, были хорошими педагогами. А с другой стороны, необходимо также, чтобы светские лица, принимающиеся за воспитание, были не только хорошие педагоги, но и истинные христиане, по своим стремлениям и убеждениям. Вы слышали? Не учителя, то есть мы все с вами, священник тоже в какой-то мере учитель, должны быть истинными христианами. Это сказал не священнослужитель, не религиозный деятель. Это было сказано тем ученым-педагогам 19-го столетия, чьи труды и по сей день являются актуальными в мире педагогики. Можно ли решить эту проблему? На мой взгляд, необходимо решать и решить. Ответственность за решение на духовенстве. Вы, дорогие отцы, должны просвещать наших учителей, мотивировать их, помогать им, осваивать истинные веры православные, пробуждать любовь к отечественной культуре. При этом пытаться через отделы образования городов и районов организовывать курсы повышения квалификации по изучению православной культуры. Но у меня просьба и к учителям, точнее, к учителям-ученым. Просветите нас. Нас, священнослужители. Нам это необходимо. В вопросах педагогики, в вопросах воспитания. Мы в этом нуждаемся. Здесь наше единство. Должен отметить с прискорбием, что изучение МПК в течение 32 часов в 4-м классе – это капли в море. Хотя при добром преподавании может остаться хорошее послевкусие. Знаю другое и на практике знаю. На собственной практике. Что такие предметы, как русский язык, литература, история, общество, знания, мировая художественная литература, музыка, вполне могут открывать глубину человека и подлинной жизни. Показать идеалы и привычки к нему. Помочь созидать красоту и научиться восторгаться ей. Также каждая школа ведет воспитательную работу. И здесь у нас есть возможность для серьезного сотрудничества. Цель сотрудничества – растущий человек, который, по слову Ивана Ильина, должен стать в порядке мироздания духовно изволяющим и излучающим центром, свободным существом. Работа «Непочатый край» буквально для всех. И для ученых, и для педагогов, и для духовенства, и для родителей, и для государственных структур. Если вдуматься в название темы наших чтений, традиция, инновация, культура, общество, личность, то для нас откроется огромнейшее, огромнейшее невозделанное поле. Мне кажется, что название очень точное. Сохраним традиции, сохраним культуру. Сохраним культуру, духовно обогатим наше общество. А общество придаст силы личностному развитию человека по пути спасения и преображения. Несомненно, необходимо и единство совместных усилий православия, педагогики и психологии по созиданию человека. Есть различные методы, средствах и технологиях. Но в том-то и суть нашего единства обогатить друг друга, помочь друг другу, дополнить друг друга, научить друг друга. Ищите, друзья, и обрящите. Трудитесь, и плод будет столица. Созидайте подлинное отношение, и Бог не постыдит нас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...